Мы проводим большую часть жизни онлайн. Что происходит, когда там все идет наперекосяк? Нет, не когда кто-то взламывает ваш профиль и постит что-нибудь неприятное, а когда взламывают глобальные данные. За такими взломами стоят опытные хакеры. Посмотрите это видео, чтобы узнать про 10 интернет-преступлений гениев, которые переиграли всех от правительств стран до НАСА. Номер 10. Джонатан Джеймс Известный под псевдонимом Камрад, хакер Джонатан Джеймс стал первым несовершеннолетним, осужденным за киберпреступность в США. Ему было 16 лет. Он похож на персонажа Матрицы, но его любовь к солнцезащитным очкам не объясняет характер его преступлений. С июня по октябрь 1999 года этот гений установил бэкдор на сервер Министерства обороны Соединенных Штатов. Благодаря этому он получил доступ к сообщениям и паролям сотрудников министерства. Но это не все. Джеймс взломал систему безопасности НАСА и украл программное обеспечение почти на 2 миллиона долларов и данные с 13 компьютеров. В итоге Международная космическая станция отключилась на 21 день. На ремонт ушла 41 тысяча долларов. Украденное ПО могло контролировать температуру и влажность на МКС, а также многие другие важные физические аспекты станции. В январе 2007 года дом Джеймса обыскалась секретная служба после того, как его обвинили в сговоре в массовой кибератаке, затронувшей компании вроде Barnes & Noble, TJX и Boston Market. Но в мае следующего года, до того, как удалось подтвердить его причастность, Джеймс покончил с собой дома, отрицая, что он знает о скандале с TJX в своей предсмертной записке. Номер 9. Кевин Митник. Пожалуй, самый известный хакер в мире – это Кевин Митник. И он в одиночку умудрился взломать практически что угодно, что вообще стоит взлома – от Nokia и Motorola вплоть до Пентагона. Митник тоже начал рано. Он атаковал транспортную систему Лос-Анджелеса и получил бесплатные проездные. В тюрьму он попал уже в 79-м году, в 16 лет, когда он получил доступ к компьютерной сети под названием Digital Equipment Corporation и скопировал ее программу. Во время испытательного срока Митник прятался от ФБР три года. За этот период он использовал клонированные телефоны для копирования программного обеспечения крупных телекоммуникационных компаний. Когда его все-таки арестовали в 95-м году, Митник получил пять лет тюрьмы. Из них восемь месяцев он провел в одиночном заключении, когда прокурор убедил судью в том, что он может начать ядерную войну, цитирую, просто свистнув в таксофон. «Вот такого злодея я бы хотел увидеть Марвел». Теперь Митник использует свои знания программ только в благих целях. Он работает консультантом по кибербезопасности, в компаниях, которые взламывал. И еще он написал несколько книг о том, как защитить себя в интернете. Вот это настоящий полный круг! Номер восемь. Гэри МакКиннон. Этот хакер из Шотландии известен во всем мире. Он стоит за самым крупным военным взломом компьютеров за всю историю и причинил ущерб на сотни тысяч долларов. Используя псевдоним «Соло», МакКиннон умудрился взломать 97 компьютеров армии США и НАСА всего за 13 месяцев, с февраля 2001 по март 2002 года. Он работал исключительно из дома своей девушки в Лондоне, используя удаленный доступ. МакКиннона обвинили в том, что он удалил и скопировал очень важные данные, в том числе об оружии. Он также вывел из строя более 300 компьютеров. По словам МакКиннона, он делал все это для того, чтобы найти доказательства существования внеземной жизни, которые якобы скрывают на МКС. Хакер утверждает, что его поиски увенчались успехом, и он обнаружил реальные фотографии НЛО, а также таблицу Excel с именами офицеров, занимающихся внеземной жизнью и работающих в ВВС США. Конечно, никаких настоящих доказательств он не предъявил. МакКинону было так легко взломать две крупнейшие организации США, что он даже оставил уведомление на сайте армии США, которым он нагло заявил «Ваша безопасность – полный шлаг». Но, пожалуй, это правдиво. Номер 7. Ян Крислер Известный под ником Старбаг, этот немецкий хакер не взламывал крупные компании или международные организации. Он собственными руками досаждал видным политикам, используя только отпечатки их пальцев. Оценили шутку? Вместе со своим компьютерным клубом «Хаос» Старбаг опубликовал отпечатки пальцев министра внутренних дел Вольфганга Шойбля. Он сфотографировал стаканы, которые трогал политик. Это уже напоминает Джеймса Бонда, но Крислер на этом не остановился. Он воспроизвел отпечатки пальцев министра обороны Германии Урсула Гертруды фон дер Ляйен, просто воссоздав то, что увидел на фотографиях высокого разрешения из интернета. Ему помогла программа «Верифингер». Неудивительно, что Крислеру потребовалось лишь 24 часа на взлом системы защиты Apple с отпечатками пальцев сразу после ее презентации в 2013 году. Может, вам стоит вернуться к старому доброму паролю? Номер 6. Джон Кейн Джон Кейн – это такой случайный супер-хакер. На самом деле он был пианистом, которому просто повезло разбогатеть. В свободное время этот опытный музыкант любил поиграть в видеопокер «Король игр» в казино Сильвертон в Лас-Вегасе. И однажды Кейн обнаружил нечто, что выделило его на фоне других неудачливых игроков. Кейн случайно заметил сбой в системе игры, который оставался незамеченным на протяжении 7 лет. Нужно было просто нажать определенную комбинацию кнопок, чтобы неизменно побеждать раз за разом. Вместе со своим другом Андре Нестером Кейн этим и занялся. Он умудрился выиграть более 500 тысяч долларов, используя баг с двойной кнопкой вверх в одних и тех же казино. В конце концов, его поймал подозревающий директор по наблюдению. На судебном слушании Кейн тут же отверг свою вину, заявив, что он не сделал ничего плохого, кроме использования сбоя в программировании игрового автомата. И 18 месяцев спустя обвинения во взломе были официально сняты. Номер 5. Джулиан Асанж Джулиан Асанж стал хакером знаменитостью после основания сайта WikiLeaks в 2006 году. Этот сайт публиковал секретную информацию из анонимных источников со всего света. Цифровую деятельность Асанж начал в 16 лет под именем Мендакс. Он создал целую группу хакеров, которая называлась Международные подрывники. В 1999 году его арестовали за взлом центрального сервера компании Nortel в Мельбурне. Это канадская телекоммуникационная корпорация. После обыска дома Асанжа полиция Австралии обвинила его в 31 случае взлома и киберпреступлениях. В 24 из них он признался. Сейчас у Асанжа еще больше проблем с законом, так как WikiLeaks опубликовала знаменитые сообщения Хилари Клинтон. Во время выборов в 2016 году он находится в тюрьме строгого режима на юго-востоке Лондона после того, как его выселили из посольства Эквадора, где он искал убежище. Если он попадет в Швецию или США, где его разыскивают по обвинениям закона о шпионаже 2017 года и сексуальным домогательством, он проведет всю жизнь в тюрьме. Номер 4. Мэттью Беван и Ричард Прайс. Обычно друзья проводят свободное время на вечеринках или за играми у кого-нибудь дома. Но это было не для британских хакеров Мэттью Бевана или Куджи и Ричарда Прайса или DataStream Cowboy. Одному было 21 год, другому 16. Это веселая парочка чуть не развязала войну между Соединенными Штатами и Северной Кореей с помощью своих знаний программирования. Они решили взломать правительственные учреждения, вроде ВВС США, НАТО и… да, вы угадали, несчастная НАСА опять. Чтобы доказать свою теорию заговора об НЛО, Беван убедил Прайса помочь ему со взломом Корейского института атомных исследований, потом систему ВВС США. Туда парочка загружала свои находки, касающиеся Кореи. Это вызвало сильное беспокойство, ведь Северная Корея могла посчитать такой взлом, как вторжение американских войск, и затем пригрозить отомстить насилием. К счастью для всех сторон, слитые данные оказались из Южной Кореи, а потому это было не настолько серьезно. Мэттью Бевана чудесным образом оправдали, а Ричарда Прайса оштрафовали на 1200 фунтов. Номер 3. Эдвард Майерчик. Помните утечку фотографий в 2014 году, которую в СМИ назвали Селебгейт, а в соцсетях окрестили менее деликатным фаппенингом. В этой утечке виноват Эдвард Майерчик. Он смог проникнуть в личные аккаунты на iCloud и Gmail сразу 30 голливудских знаменитостей, вроде Дженнифер Лоуренс, Кирстен Данст и Кейт Хадсон, заполучив сотни интимных фотографий. Хотя он утверждал, что эти фото для личного использования, они каким-то образом оказались на сайте 4chan в августе 2014 года. Это привело к большому скандалу из-за защиты личных данных. Майерчик признался, что он также занимался фишингом и обманул более 300 людей, заставив их выдать пароли от аккаунтов iCloud и Google. В 2017 году 29-летнего хакера приговорили к 9 месяцам тюрьмы. Его также оштрафовали на 5700 долларов. Они пошли на психолога одной из знаменитостей. Номер 2. Astra. Один из самых известных и опасных взломов в истории осуществил неизвестный, но гениальный хакер, называющий себя Astra. Этот кибергений получил доступ к системам авиационной компании Dassault Group и похищал очень важные данные о военных технологиях на протяжении более пяти лет, с 2002 по 2008 год. Он продал украденные программы для 3D-моделирования, а также разведданные о военных самолетах, используемых в Индии, Египте и Франции, по 1000 долларов 250 людям. Масштаб и продолжительность взломов Астры нанесли Dassault колоссальный ущерб – целых 360 миллионов долларов. Компании пришлось объявить глобальную охоту на хакера, чтобы наказать его. В конце концов, Астру выследили в квартире в Афинах в январе 2008 года. Его настоящее имя так и не обнародовали. Однако греческие исследователи дали его описание. Это математик 58 лет. Не очень-то похожий на привычного всем нам суперхакера, правда? Номер 1. Кристофер Дойон. Известный как Зловещий Коммандер Экс, или также, что гораздо менее зловеща, бездомный хакер, Кристофер Дойон прославился тем, что он был одним из руководителей крупнейшей хакерской группы в мире – Аноним. В течение многих лет Аноним был причиной споров о том, насколько законна деятельность организации, которая гордится свободой интернета и правом людей сохранять анонимность. Некоторые назвали группу домашними террористами, но другие ими восхищались. А опрос журнала Time поместил коллектив Анонима на первое место в рейтинге самых влиятельных людей 2012 года. Кристофер Дойон – один из немногих публично известных членов группы Аноним. Он принимал участие во множестве атак на Sony, PayPal, правительство Туниса и даже на сайт округа Санта-Круз. Последняя из этого списка попытка привела Дойона к аресту. Его поймали в 2011 году и хотели посадить на 15 лет. Но Дойон смог сбежать от заключения. Буквально он пробрался в Канаду через некую подземную железную дорогу, как и полагается хакеру. Дойон активен, и его разыскивают до сих пор. Хотя он утверждает, что больше не боится ареста, поскольку у него есть укрытия и множество связей в правительстве Канады. В 2016 году он даже опубликовал книгу о жизни хакера в бегах. Как вы думаете, эти хакеры заслужили тюремный срок? Или их умение взламывать компьютеры и системы можно использовать для нашей защиты? Поделитесь своим мнением в комментариях. Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok